Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова и мы поговорим о вреде табакокурения. Сабина, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, насколько это все-таки распространенная проблема, вот ощущение, что все-таки люди стали курить меньше, вот где-то в общественных местах. Так ли это вам, наверное, как никому известна статистика? В современном обществе табакокурение является очень распространенной вредной привычкой и, да, скорее всего, на улицах, где-то в общественных местах людей становится, которые курят, намного меньше. Но к нам очень много приходит пациентов, которые, соответственно, страдают такими заболеваниями, как, например, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, рак легких, гортани, они все вызываются именно табакокурением. Сигареты являются как таковой зависимостью. Человек ощущает, наоборот, прилив бодрости, энергии, сил, потому что он считает, что для него это необходимо. Это какой-то выброс даже, можно сказать, адреналина, серотонина, повышается частота сердечных сокращений, начинает вырабатываться вот такая какая-то энергия. Но это такая субъективная точка зрения. В организме начинаются перебои уже, ну, с того момента, как вы закурили сигарету. Вызываются различные заболевания, которые плохо влияют на организм в целом. Табакокурение, она оказывает как и на женщин плохое влияние, так и на мужчин. Особенно плохо это для женщин, которые беременны. Соответственно, это антинатальная гибель плода, это выкидыши, отслойки плаценты и ранее младенческая смертность. Поэтому беременным особенно нельзя курить. Некоторые думают, я там покурю одну сигаретку, все нормально, мне будет хорошо, но нет. Это очень откладывается на и жизнь самой матери, и жизнь ее ребенка. Сейчас на повестке не только уже сигареты, но и электронные сигареты, так называемые вейпы. Расскажите о них. Они считаются еще более вредными, чем обычные сигареты? Да, они считаются на самом деле очень вредными, потому что там помимо в некоторых нет никотина, в некоторых есть, но там не настоящий никотин, там его химическая альтернатива, можно сказать. Помимо этого, там канцерогены, там ароматические вещества тоже, которые вызывают различные заболевания. Это также формальдекиды, альдекиды, и соответственно вызываются такие заболевания, как фиброз легких, хроническая обструктивная болезнь легких, также рак, гортани легких. И люди думают, особенно дети, подростки, они очень балуются вейпами, они думают, что это ведь не сигареты. Это игрушка? Это игрушка, да, которую можно просто подудить, как они любят говорить. Вейпы, они же относительно недавно появились, но уже, то есть, допустим, за 10-15 лет уже виден их вред. То есть, если сигареты там 30-40 лет, да, то вот сейчас 10 лет уже вейпы, и видно, что они действительно очень вредные. Да, они очень вредные. Единственное, что от них нет запаха, как говорят, любят у нас говорить люди. Скажите, пожалуйста, а можно ли все-таки отказаться от этой вредной привычки? И ваши советы, как доктора, как это все-таки сделать? Главное прийти к этому осознанно. Если человек сам этого не хочет, он не бросит. У нас, значит, табакокурение, это помимо того, что это физическая зависимость, как сходить поесть, например, так и психологическая зависимость. То есть, человеку плохо, он идет курить. Человеку хорошо, он тоже идет курить. Это все на уровне подсознания. И если человек сам не захочет этого сделать, он не бросит. Никакие врачи, никакие лекарства в этом не помогут. Для начала надо определить цель, для чего именно вы хотите бросить, и установить себе промежуток какой-то времени. В течение какого времени вы планируете отказаться от табакокурения. Даже мельчайшие там изменить, например, человек употребляет пачку сигарет в день, надо сузить. Хотя бы уменьшить. Хотя бы уменьшить. Потихоньку, потихоньку к этому прийти. Также это физическая активность. Чем человек больше занимается физической активностью, тем ему меньше хочется курить. И, соответственно, это также помогает. Также мы следим за питанием. Употребляем в пищу такие продукты, в которых у нас содержится никотиновая кислота. То есть правильное питание. Это крупы, это овощи, в основном баклажаны, бананы. Также не забываем про мясо, печенку, почки. Это тоже хорошо. Человек считает, я уже там очень много лет курю, но уже как бы нет смысла бросать. Так ли это? Или вот лучше все-таки выбросить, не знаю, сигареты прямо сегодня в мусорный ящик, да, что человек хоть немного сможет восстанавливаться даже после многолетнего курения? Конечно. Есть люди, которые реально и 40, и 50 лет курят, но у них, когда возникают какие-то плохие ощущения, они сами понимают, что как-то плохо влияет на их организм это курение, например, после перенесенного инсульта или после перенесенного инфаркта. Они начинают сами задумываться о том, что да, мне нужно бросить курить. И если они бросают курить, это влияет очень хорошо на восстановление организма после перенесенных заболеваний. Сабина, спасибо большое за интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях была Сабина Дельманова, врач-терапевт в Видновской клинической больнице.